Почти 38 тысяч детей отдохнули и поправили свое здоровье летом в лагерях. На оздоровительную кампанию в этом году направили более 300 миллионов рублей из республиканского и муниципального бюджетов. Об этом сегодня сообщили в региональном Минобре. На что пошли деньги и как работу лагеря оценивают в Роспотребнадзоре. Об этом материал Евгения Зиновьевой. В этом году дети отдыхали и набирались впечатлений в одном санатории-профилактории региона, в 16 стационарных лагерях и трех сотнях пришкольных. Всего речевки и отрядные песни все лето разучивали 38 тысяч ребят. Причем половина из них делала это в загородных лагерях. В Международный детский центр «Артек» было направлено 40 несовершеннолетних, во Всероссийский детский центр «Орленок-10» и во Всероссийский детский центр «Алла-Каруса» тревое детей с ОВЗ. В республике в этом году, к слову, успели отдохнуть и ребята из ДНР. В Центре одаренных детей и молодежи «Эткер» была организована смена для 36 школьников и их сопровождающих из города Тореза. А в двух вузах ЧГУ и ЧГПУ в июле и августе были запущены университетские смены. 180 детей из Донецка и Луганска ездили на экскурсии, посещали мастер-классы, узнавали много нового о нашем регионе и рассказывали о своем. В лагере «Звездные» в этом году сделали упор на тех, кто стоит на профилактическом учете. Для них организовали две профильные патриотические смены. Что касается санитарно-эпидемиологической ситуации в лагерях, главный санврач региона охарактеризовал ее как спокойную. Хотя проверки, которые по плану проводили сотрудники Роспотребнадзора, порой выявляли несоответствие. По словам Надежды Луговской, к пробам воды, пищевых продуктов и готовых блюд у санврачей в некоторых учреждениях отдыха были претензии. Где-то ребятам не докладывали порции, где-то в продуктах содержались компоненты, которых в детском питании в принципе быть не должно. В случае приостановления и реализации продовольственных сырья и пищевых продуктов, на которые отсутствовала товароспроводительная документация в школах Шумерлинского и Красночитайского районов, использовались продукты, содержащие запрещенное к использованию при организации питания детей, усилители вкуса и аромата, перец, черный экстракт, специи в Красночитайском районе. В целом мы составили 214 протоколов об административных правонарушениях по всему лагерям и вынесли 204 постановления о назначении штрафа. По мнению главного санитарного врача региона, вспышек кишечных инфекций в лагерях, а такие случаи в России в этом году были, в Чувашии удалось избежать в том числе и благодаря тому, что после каждой смены работников пищеблоков обследовали на наличие возбудителей острых кишечных инфекций. Таких исследований было проведено больше тысячи, 2% проб оказались положительными. Работников в столовых вовремя изолировали, таким образом вкупировав распространение инфекции. Надежда Луговская также отметила, при организации оздоровительной кампании в следующем году необходимо этот момент будет учесть. Ровным счетом, как и то, что за операторами питания и поставщиками продуктов нужно следить еще строже.